В кабинете Керченского совета ветеранов сегодня царит атмосфера радости и патриотизма. Керчане, прошедшие горнило Великой Отечественной войны, с улыбкой и гордостью расписываются в своих российских паспортах. Многие пришли с родными и близкими для того, чтобы поделиться с ними эмоциями этого дня, а также запечатлеть момент вручения паспорта на долгую память. Всюду слышны поздравления с праздником Светлой Пасхи и с возвращением на родину. Ведь именно эти люди в далеких 40-х сражались за Советский Союз, а значит и за российские земли в том числе. Участники боевых действий говорят, ждали этого дня долгих 23 года. Наконец-то Крым обрел себе настоящую свою родину. Знаете, это такая радость, что я вот сидел там и чувствовал, что это день такой незабываемый. Понимаете, это мы снова россияне. И я рад, что я вернулся обратно на свою родину. Я был 17-летним взят на фронт, значит, с Новосибирска. Новосибирск, слышали такой город? Вот. И сейчас потом под Украину попал, а сейчас домой вернулся Россия. А как долго вы ждали российский паспорт? Нет. Всю жизнь я его ждал. Нет. Всю жизнь ждал. Конечно, не все смогли прийти и получить российский паспорт в силу состояния здоровья. Сотрудник Федеральной миграционной службы пояснил, что к таким гражданам специалисты будут выезжать на дом. Будет решаться вопрос с машиной, со специалистами, то есть все они будут обеспечены паспортами. Всего было выдано около 40 паспортов. И еще планируется выдача более трех сотен красных документов для этой группы людей. Все ветераны и участники Великой Отечественной войны получат новый документ до 9 мая. Мария Беликова, Олег Лопатин. Новости дня.